Сегодняшний музейный урок посвящен старшему поколению, нашим дедушкам и бабушкам, которые прошли трудный, чернистый и долгий путь к Великой Победе. Победа досталась дорогой ценой. Она была одержана благодаря мужеству и героизму советского народа, воина в Красной Армии. 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия внезапно начала Вторую мировую войну. Война длилась 4 года, 1418 дней и ночей. Не оправдались надежды фашистов, советские люди бились за каждую пять земли, они защищали свое. СССР целом потерял за годы войны свыше 20 миллионов человек, воинов, мирных жителей, населения, но все это в памяти людской. Ни один не забыт, ничто не забыто. Числом 1 миллион 200 тысяч казахстанцев было отправлено на фронт, среди них 3600 нуринцев. Только по двум книгам памяти погибших на полях сражения оказалось 1111 человек, пропавших без вести 973. Изучив третий том книги памяти, выявили еще 509 погибших воинов-нуринцев. Итого число погибших составляет 1620 человек, пропавших без вести 973. Вернувшиеся домой 1007 солдат. А если учесть, что пропавшие без вести не вернулись с фронта, то число жертв Великой Отечественной войны с нашего района заставляет 2593 человек. Нуринцы, ушедшие на фронт, проявили бессмертный подвиг и самотверженно сражались за Родину. Они защищали Ленинград, Сталинград, участвовали в Курской битве, освобождали Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию от немецко-фашистских захватчиков. В Центральном Казахстане сформированы 72-я Гвардейская краснознаменная стрелковая дивизия, 382-я Перекопская стрелковая дивизия и 310-я Новгородская краснознаменная стрелковая дивизия Ордена Ленина. 72-я стрелковая дивизия ввела бои в направлении Сталинграда, вышла на перешее Крыма, участвовала в взятии Перекопской крепости, освободила Севастополь и Бухарест. 310-я дивизия участвовала в боях под Ленинградом, под Техвином, на Волховском фронте, в порыве блокады Ленинграда, освобождала от врагов южные районы Новгорода и Карелии, участвовала в Восточной Померании и Берлинских операциях. Также активно они участвовали в партизанских движениях, проявляя беспрецедентный героизм в защите своей Родины. Из числа нуринцев, ставших защитниками общей Родины, два человека удостоены звания Героя Советского Союза. Это Иван Колодий, Семен Лебедев. Амуташ Сулейманов стал кавалером Ордена в славе трех степеней. Семен Лебедев, командир эскадрильи 43-го истребительного авиационного полка 278-й истребительной авиационной дивизии 3-го Белорусского фронта. Воевал на северо-кавказском, южном, украинском и Берлевском фронтах. Провел 220 боевых вылетов на самолетах Як. Сбил лично 22 и в группе 2 самолета противника. Среди лично сбитых им самолетов 13 бомбардировщиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года За мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, майору Семену Лебедеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Кроме того, награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красной звезды, медалями. После войны работал преподавателем военно-воздушной академии. В 1975 году Семену Лебедеву присвоено звание полковника в запасе. Иван Михайлович Колодий, радиотелеграфист 69-й Краснознаменной Севской стрелковой дивизии. Особо отличился в боях за Днепр. В ночь на 15 октября 1943 года группа бойцов, в числе которых находился Калуги, под массированным вражеским огнем форсировала Днепр у поселка Раду. Во время переправы лодка была разбита. Тяжело раненый связист в плать добрался до берега с радиостанцией, развернул ее и передавал данные для стрельбы по противнику. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года эфрейтор Иван Колодий был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Он также награжден медалями за отвагу и за боевые заслуги. В настоящее время радиостанция «Автомат война» находится в экспозиции Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации в Москве. После войны Иван Колодий продолжил служить в рядах Советской армии. Мутаж Сулейменов – командир орудийного расчета 364-го стрелкового полка стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Участник освобождения Белоруссии, Польши, совершал воинские подвиги на территории Германии. Трижды был ранен. Участник исторического парада 1945 года в Москве. Парада, посвященная 40-летию и 50-летию победы. Мутаж Сулейменов за мужество и отвагу, награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной звезды, медалью за отвагу. В 1945 году он стал полным кавалером орденов славы. В послевоенные годы Мутаж Сулейменов работал учителем начальной военной подготовки в средней школе села Казгородок Нуринского района. Он отличник народного просвещения Казахской ССР и СССР. В фонде Нуринского районного историка Краеведческого музея хранятся личные вещи Мутажа Сулейменовича, парадная форма одежды, ручные часы, письма с фронта. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, из 3600 нуринцев 2487 солдат были награждены орденами и медалями Советского Союза. Люди, пережившие войну, помнят и бомбежки, и пожары, и голод, и издевательства. И все же самые страшные воспоминания о военных преступлениях всю жизнь хранят люди, чье детство прошло в фашистских лагерях. Более пяти миллионов детей стали узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Ни в чем не повинны, терпели непосильный труд и болезни, холод и голод. Над ними глумились, проводили медицинские эксперименты, брали кровь. Выживал лишь один из десяти. Дети прошли через трудовые лагеря и лагеря смерти. Биография этих людей – это настоящие уроки мужества для молодого поколения. В Нуринском районе тоже были люди, которые прошли через эти муки концлагерей. На защиту своей семьи, чести, родины вставали не только мужчины, но и женщины, на чьих рубки и плечи ложилась тяжесть лишений, потерь и невзгод. В следующей композиции представлены фотографии женщин-ветеранов. Особое место в историко-краеведческом музее Нуринского района занимает экспозиции, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Сохранились документы и редкие фотографии, образцы одежды, оружия и боеприпасов. Также в экспозиции есть десятки экспонатов, отражающих жизнь и быт воинов-фронтовиков, гимнастерки, котелки, фляжки, ложки, документы и другие предметы. Следующая картина была написана ветераном Великой Отечественной войны местным художником Берманом Письмировым в возрасте 65 лет. Рассматривая эту картину, понимаешь, даже спустя много десятков лет целитель время не сумела исцелить, вычеркнуть из памяти те страшные дни его молодости. И сегодня это произведение ветерана находится в коллекции музея. Основную часть экспонатов составляют документы из коллекции ветерана Великой Отечественной войны, повестка на фронт, красноармейские книжки, комсомольский билет, вещевые книги, госпитальные справки, боевые характеристики, аттестационные листы, партийные характеристики. Особенно впечатляют письма с фронта. Представленные письма являются своеобразным памятником истории Великой Отечественной войны. Целью героических воинов было победить врага и посоединиться с родными. Во время сражения эта искра тоски по родным вдохновляла солдат. Некоторые воины, сражавшиеся за родину, не увидели победу в мирное время. Но письма, написанные ими при жизни, хранятся в книге памяти истории. Дополняет данный раздел удостоверение к различным боевым медалям, орденские книжки, благодарственные грамоты за боевые подвиги, самоотверженное служение Родине, благодарности Верховного Главнокомандующего, справки об объявлении благодарности за лучшие боевые действия и проявленный героизм. Следующая выставка музея посвящена перезахоронению воина Аубакирова Мухаммедии на родине в селе Кертендер. Боец родился в 1912 году и ушел на фронт в возрасте 29 лет. Умер 22 июля 1943 года в селе Кривцово Моховского района Орловской области и похоронен был в братской могиле. Через 70 лет после окончания войны родственники привезли землю с места захоронения. На выставке представлено охоронка и извещение с фронта о гибели солдата, архивные документы Российской Федерации. Война. Это слово несет за собой море слез, страданий, потери дорогих нам людей. Хочется вспомнить строки Рождественского. Есть память, которой не будет церквений. И, конечно, об этой памяти, то есть о Великой Отечественной войне и о участниках, погибших, пропавших без вести, не имевших детства детях, о незащищенных стариках и женщинах, об этой памяти забыть нельзя. Повторяя слова благодарности воинам, подарившим победу, хочется напомнить всем и каждому, единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать. На этом наш урок подошел к концу. Благодарим за внимание.